Друзья, всем привет! Вы на теннисном канале Шанс подняться и сейчас мы сделаем с вами такой проход по первому кругу. То есть это даже не то, чтобы обзор сетки, это обзор первого круга турнира в Баззеле и далее по Вене я сделаю только... ну и по Вене и по женскому итоговому турниру я сделаю только обзор игрового дня. Вслед сразу же здесь же, прямо в этом видео. Поэтому поехали по-быстрому. Федор Краинович 2.0. Никаких вариантов за коэффициенты 1.1. Как ни странно, очень высокие дают на Роджера Федорера у себя дома. Никаких вариантов в экспрессы можно пихать смело. Я так считаю. Здесь обозревать совершенно нечего. Штруф Милман здесь, я считаю, вопреки тому. Ну, кстати, нет. Штруф идет легким аутсайдером. Победить здесь может вообще кто угодно. Буду заглядывать в личные встречи. Милман уже обыгрывал Штруфа 2.0. И это было в Гамбурге на грунте. Поэтому на самом деле вероятность там... Ну, и букмекеры так и распределили. В общем-то, 1.95 на Штруфа, 1.9 на Милмана. Совершенно непонятно. Рулетка 50 на 50. Я склоняюсь к тому, что, наверное, Штруф все-таки сравняет счет личных встреч. Леонардо Майер, Жиль Симон. Пяти матчевая серия поражений у Леонардо Майера. Жиль Симон последний раз проиграл только Шварцману. И личную встречу, кстати, выиграл Леонардо Майер у Симона. Здесь мысль очень простая. Причем это было на траве в избороне. За 2.1 выиграл Леонардо Майер на быстром покрытии. Как бы это не стало помехой никакой. Мысль такая, что, вы знаете, Жиль Симон, если дело дойдет до третьего сета, мне кажется, он сдуется. Ну, я все-таки, как сказать, не запутаться бы. Не знаю, Майера никак не списываю. Мне кажется, в зале, в закрытом помещении, на достаточно быстрых кортах у Майера есть все шансы. 2.72 дают букмекеры на победу его. Не знаю, один сет от него я бы спокойно здесь брал. Ну, не знаю, я бы пробовал так. Дальше, 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 иначе видео затянется. Гулбис, Сок, Джек. Не знаю, как и сыграли на турнире в Стокгольме. Эрнест Гулбис 2.1 победил. И здесь я тоже вижу победу Эрнеста Гулбиса. Сока вообще не воспринимаю на данном этапе его карьеры как теннисиста одиночного. Совершенно никак. Какой коэффициент? 2.06 на Гулбиса. Гулбис, конечно, приехал после финала с Цицепасом, но в любом случае на данный момент конкурентоспособность Сока вызывает очень много вопросов. Поэтому, опять же, против него иду здесь. Цицепас Шарди, победивший, опять же, в Стокгольме, того же вышеупомянутого Гулбиса. 1.51 на Цицепаса. Блин, если все нормально с физикой, если у Цицепаса нет проблем с акклиматизацией, с перелетом, если все хорошо, то, конечно, он победит Шарди 2.0. Но! Но! Если он хорошо отпраздновал победу своего первого титула, вообще ATP, уровня ATP, да, то могут быть вопросы. Шарди, в принципе, не так уж и плохо в закрытом помещении на Харди. Поэтому могут быть вопросы. Но та игра, которую показал Цицепас, она достаточно качественная была в финале против Гулбиса. Да, и Гулбис там ошибался, тоже наделал там ерунды, но не без заслуг Цицепаса. Мне понравилось, как играл Стефанос, мне не нравятся его усы. Дальше поехали. Гаевчик Харри. Вообще 50 на 50. Мне кажется, что Николас Харри здесь все-таки фаворит. Фаворит. Хотя он идет у букмекеров. За двойку. Так, что у меня все время, что-то глаза тру там, нос потираю. Вот заметили, да? Меня самого бесит, когда я пересматриваю свои видео. Не знаю, Николас Харри у меня вызывает на данный момент больше доверия, хотя у него тоже не очень-то успешные последнее время выступления. Макинзи, Макдоналду, он 2-0 последний матч свой проиграл. Гаевчик проиграл Мэтью Эбдену. Не знаю. Николас Харри для меня здесь фаворит. А что у букмекеров? Что у букмекеров? 1,85 на Гаевчик, а двушка на Харри. Не знаю. Не знаю. Думаю, что Харри победит. Тара Даниэль. Красавец, неожиданно обыгравший кого? Вашика поспешила, если не ошибаюсь. Да, поспешила. Удивил. Удивил будет играть с Андреасом Сеппи. Мне нравится больше Андреас Сеппи. Старичок, добрячок итальянский. У него есть хорошие шансы. За 1,56 причем он идет. Нет, мне нравится. Я считаю, что он переиграет в закрытом, опять же, помещении. Сеппи будет чувствовать себя, как рыба в воде. Может быть, Тара, обыгравший поспешила, почувствует себя там богом тенниса. Но не знаю. Мне кажется, нет. Мне так думается. Мартерер Медведев. Данил Медведев должен при всем, при всех показателях за 1,3 разносить Максимилиана Мартерера. Не тот уровень, мне кажется. Мне так считается. Выше по всем статьям Даниил Медведев сейчас. Сейчас играет. Хоть он проиграл. Карену Хачанову. Но. 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 Это все мои аргументы. Ну да ладно. Марка Чекината. Генри Лаксенен. Вайлдкарт. Марка Чекината меня бесит. Иду против него. Мне кажется. На харде в закрытом помещении. Я уже сто раз эту фразу сказал. Ну, а что делать? Приходится ее повторять. Марка Чекината. Если и пройдет, то в следующем круге можно ставить против него. Последние два матча, ну, Джоковичу не считается. А вот Адриану Монарина проиграл Чекината. Здесь у Лакансена есть Лаксонена, извиняюсь. Есть шансы хотя бы на один сет. Учитывая то, что он здесь совсем уж аутсайдер. 2.38 на его победу дают букмекеры. Сет от Лаксонена. Фора какая-то. Вообще спокойно, мне кажется. Здесь может залетать. И. Ну, не знаю. Ну, если Чекината во втором круге будет играть против потенциально Фрица или Ласла Дьери, то, опять же, против Чекината буду идти. И да, да. А что делать? Только так. Фриц Дьери. Вообще, Фриц может подкачать. Хотя все говорит за то, что он победит. 1.63 коэффициент букмекеры на него выдают. Кого обыграл Дьери? Маленький Жезирь между делом. Не так уж и плохо. Не так уж и плохо. Фриц может подкачать. Ставит тут, не рекомендую никому ничего. Да, так, так, так. Окей, Коппил Харрисон. Не знаю, почему таким аутсайдером видят букмекеры Райана Харрисона. Но Мариуш Коппил, конечно, в предыдущем матче, обыграв Душина Лаевича. Хотя, да, в зале, опять же, там, быстрый корт. Все понятно. Да, Лаевич тут никакой. Тем не менее, мне думается, что Райан Харрисон не такой уж и аутсайдер. И тоже на сетик может претендовать. Учитывая коэффициент на общую его победу, на сеты, я думаю, дадут тоже прилично. Типа 1.7, там 1.6. Не меньше. В зале Райан, ну, он как минимум будет удерживать свою подачу, добираться до тайбрейков. А там 50 на 50. Интересный вариант с точки зрения того, что не победа, а хотя бы сет. Шаповалов Чилич. Ну, Шаповалов меня бесит. Последнее время, по крайней мере, пропускаю вперед Марина Чилича, который ничем не лучше. Ничем не лучше. Личных встреч у них, кстати, нет. Три матча последние свои проиграл. Но Чилич разным соперникам, и я объявлю кому. Это Куэри, Ян Ленард Штруф, Николас Харри. Вот такие вот победители Марина Чилича. Последние три встречи были. Шаповалов в последний раз проиграл Гулбису. Ну, в общем-то. А перед этим выиграл Поланский, проиграл Басилашвили и Медведеву. Ну, то есть, даже у Шаповалова поинтереснее соперники были. Так что один другого не лучше, но я считаю, что Чилич здесь должен прикатывать Дениса за счет того, что просто будет играть первым номером. Если у него не случится какого-то, не знаю, чего-то невероятного в его голове лично не произойдет, то все должно быть на 2-0. Баутисто Агут Соуза. Приоритет Баутисто Агута, потому что на быстрых покрытиях 1.33 букмекеры дают. Ну, мне кажется, можно брать, потому что Соуза на быстрых покрытиях далеко не хорош. На грунте, да, но здесь Баутисто должен разбираться еще и 2-0. Сенсации никто не отменял, давайте не будем об этом забывать. Так-так-так, Вавренко, Вавренко, Монорино. Ну, Стэн Вавренко 100% для меня здесь фаворит. Во-первых, будет играть дома, скорее всего, подготовился хорошо, было у него время отдохнуть. Да, игровой практики как бы не было, но тем не менее, считаю, что Вавренко дома выступит хорошо. Монорино только с Москвы, и как бы вероятность того, что он сольется, очень высокая, очень высокая. Финал Монорино, и он там отхватил от Карена Хачанова. Думаю, что и здесь будет примерно так же. Последний раз Вавренко играл в Китае, в Шанхае, Чоричу проиграл, за 2-26 выиграл Чоричу. Физики не хватило Вавренки, но надеюсь, что в зале здесь игра сложится более быстро, и Вавренко не успеет устать. Ну, вот какая-то такая мысль. Все-таки пропускаю Вавренку уверенно вперед. Попырин Эбден. Попырин, кстати, обыграл, я вам скажу, он его обыграл. Но Кинзи Макдоналда 2-1 по сетам тоже удивил Мэтью Эбден. Никого здесь еще не обыгрывал, не проигрывал никому. Вопрос, кто победит. Ну, блин, склоняюсь к тому, что Эбден заколебает Попырина выходами к сетке своими, но Попырин потенциально, блин, очень даже, очень даже имеет какие-то перспективы. Так что его я не списываю, возможно, тотал больше. Робин Хаас и Саша Зверев. Саша Зверев, опять же, меня бесит, да, как бы, все понятно. Да он всех бесит, да? Как бы, я так думаю. Что там? У Хааси отвратительная серия поражений с пяти матчей подряд разным соперником. Поэтому, наверное, только по этой причине. Хотя две последние встречи личные, да, выигрывал Робин Хааса 2-1 тоже по сетам. И самую последнюю, я вам скажу, выиграл в Цинциннате на Харде за 5-40. Робин Хаасиа выиграл Сашу Зверева. Поэтому никак, никак не исключаю сенсацию, дебильную сенсацию. Но Саша может отличиться своим умом и сообразительностью. Но в целом я рассчитываю на адекватный результат. Это был обзор первого круга турниров Базеля. А дальше по игровому дню. В Вене у нас Милош Раунич будет играть с Юргеном Мельцером. Единственное, что меня немного напрягает, это то, что Мельцер австриец, местный теннисист. Но в целом я вижу, ну, или 2-0, или 2-1, но точно Раунич. То есть, понятно, что или 2-0, или 2-1, это как бы очевидная вещь, но все-таки я уже это сказал. Я не знаю, Мельцер уже такой ветеран и играет достаточно мягко. Я не вижу никак его победы. Если только это реально какой-то сговор. Вот, поэтому Раунич я пропускаю вперед за 1.23. На мой взгляд, в экспрессики можно добавлять вообще. Ну, мне видится это спокойным вариантом. Если Раунич не приехал отбить номер и поехать домой. Но это я не знаю. В этом случае я просто уже перестану верить в честные матчи вообще. Вот. В лучшем случае сет от Мельцера. В самом лучшем. Поэтому Раунич вперед. Вердаско и Эрбер. Блин. Ну, оба парня мутные. Что касается личных встреч. Я подглядываю, потому что много матчей обозреваю. Все не упомнишь. Оба раза Вердаско побеждал. Последний раз в 2017 году. Между прочим, в жесткой борьбе. На грунте на открытом чемпионате Франции. Ролан Горос. Вердаско в последнюю встречу проиграл Кальшайберу. Эрбер выиграл Кэмерона Норри. Извиняюсь. Ну, кстати, нормально. Нормально размялся получается. Поэтому в квалификации здесь же. 4-6-7-6-7-5. Эрбер обыграл Кэмерона Норри. Размялся. Красавец. Так что, блин. Ну, составит, может быть, и боевую конкуренцию Эрбер. Так, дальше быстренько Тиафа Нишикори. 1-32. Нишикори спокойно пропускает вперед ввиду последних выступлений Тиафы. Они были очень плохие. Три матча подряд проиграл Тиафа разным соперникам. Эбден, Лопес и Андерсон. Это его обидчики. У Нишикори только Роджер Федерер. За 1-32 вообще спокойно в экспрессике добавит нормальный вариант. Не вижу тут сенсации. Не вижу, хоть убей. Норри Кэмерон. Изнер. Лаки Лузер, получается, Норри, да, у нас только что. Ну, тоже думаю, что Изнер без сенсации должен прокатываться дальше. Не буду углубляться здесь там в какую-то... Ну, 1-63. Неплохой коэффициент на Изнера. Не знаю. Пишите причины, почему Изнер может проиграть Норри. Понятно, что доберется до тайбрейка, и там 50 на 50. Но при максимальной фокусировке Изнера здесь, опять же, в зале мало вариантов. Все-таки вот так просто взять и обыграть его. Вот так я думаю. Кальшрайбер Пуэль. Меня вообще вот совершенно не воздушевляет Люка Пуэль. Так что надеюсь, что все будет хорошо, и Кальшрайбер закроет Люка, который не показывает результатов уже очень долгое время. Но последнюю личную встречу в 2017 году 2-1 выиграл Люка. За 2-66, между делом, в Германии прямо на глазах болельщиков Филиппа. Поэтому не исключаю, что здесь немножко сенсационно может быть. Но все-таки Кальшрайбер за 1-7 нормальная ставка тоже, в принципе. Пропускаю его вперед. Так, а что получается? Я Тиафани Шикори вперед, что ли, забежал, да? Ну да. Или я повторился. Не знаю, что-то я маленько запарился. Джумхур Фанине дальше. Джумхур, Джумхур, Джумхур. Фанине Фабио у нас проиграл в полуфинале в Стокгольме. Не знаю, не знаю, ребят. Все-таки мысль такая, что Фабио должен проходить. Давайте в личные встречи заглянем. Просто интересно. Так, Джумхур в последнюю встречу выиграл 2-1 в 2017 году. Где? На каком покрытии? Посмотрим. В Санкт-Петербурге. Ладно, там как бы можно проиграть. Фанине не цепляется, скорее всего, за Питер. Последние четыре своих встречи проиграл разным соперникам. В том числе Егору Герасимову, Мартану Фучевичу, Жемишарди, Алекса Домиавру. Дамир Джумхур, соответственно, выступает плохо. Не знаю, если Фанине будет играть как он умеет и все будет хорошо, то, конечно, Фабио Фанине за 1 из 7. Ну, блин, вы знаете, я не исключаю эту мысль и проговорю дополнительно, что мне не нравится, когда на такого более-менее хорошего фаворита высокий коэффициент. Зачастую это не проходит. Последний раз такое было как раз-таки с Дамиром Джумхуром и Егором Герасимовым. Огромный коэффициент давали на Джумхуру, он не прошел. Ладно, не об этом речь. Но будьте бдительны, когда видите высокий коэффициент на как бы проходной матч. Кто дальше? Кто дальше? Кто дальше? Тим Бемельманс, да, у нас остался. Вроде всех остальных я обозрел. Тим Бемельманс, фуф, за 1.18 Тима спокойно надо брать, я считаю. Даже не буду никуда заглядывать. Разные уровни игроков, плюс у себя дома Доминик Тим, ну, не должен облажаться, в экспрессе какое-нибудь добавить. Ну, прям вообще, вообще спокойно. И по итоговому турниру, два матча завтра планируется, Возняцки Квитова. Я не верю в Квитову на данном этапе ее выступлений. Мне не понравилось, как она в первом матче выступила против Элины Светолиной. Последний раз 2-1 на зубах Квитова выиграла Возняцки. Это было в Дохе на харде. 3-6-7-6-7-5. Ну, то есть, а Возняцки сейчас что? Возняцки сыграла с Плишковой, проиграла тоже. Между делом там, судя по коэффициентам, два аутсайдера прошли. И как бы Плишкова обыграл Возняцки, и Квитова проиграл, соответственно, Светолиной. Вот. Но не верю я в Квитову. Мне как-то не очень. Мне очень нравится, как она сейчас играет. Поэтому никак не списываю Возняцки. Ну, хотя и букмекера тоже за 1-7. Но матч с точки зрения беттинга вообще, мне кажется, шляпочный никакой. Не нравится мне. Не нравится. Светолина-Плишкова. Светолина что-то там вроде как с самочувствием не очень хорошо. Поэтому тоже пропускаю этот матч за двойку Светолину брать. Нет. Нравится, как сыграла первый матч Плишкова. Поэтому пропускаю потенциально как-то вперед Плишкову. Для беттинга тоже без вариантов. Нет ничего интересного. Ну, вроде как, если я не ошибся, да, ни в чем. Поправьте меня, если что, где, да. Вроде как весь игровой день я прошел вместе с вами. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Здесь о теннисе, о ставках. Ну, если вообще все по кайфу, все хорошо, то подписывайтесь, пожалуйста. Всего доброго. Пока-пока. Увидимся завтра, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok